Всем привет, с вами Голодный. И сегодня мы отправимся в Верхнюю Латрию. Я знаю, что некоторые любят смотреть мои видео и при этом что-нибудь кушать, либо попивать кофе с круассанами. Поэтому сразу предупреждаю, локация будет не из приятных. И если у вас слабый желудок, то постарайтесь воздержаться от приема пищи. Ну и давайте первым делом потратим наши души. Нас хватает на два уровня. Возьмем магию. Верхняя Латрия. Возможно, кто-то забыл, что это за место. Обелись демона, известного как Игла Глупцов. Вера Выдал, созданный по образу и подобию королевы, подарила узникам надежду, но темная злоба безжалостно задушила их робкие мечты. Как мы знаем из предыдущих серий, некий монарх, которого изгнала королева, вернулся в желтых демонических одеяниях вместе с армией демонов и погубил это когда-то прекрасное место. Очень мрачная локация. Я считаю, что в ремастере она стала еще мрачнее. Там вдалеке мы можем видеть башню, от которой идет цепь. Также есть еще и вторая такая же башня, от которой также отходит цепь. И эти две цепи держат огромное сердце, которое находится в центральной башне. Когда-то эту башню называли башню из слоновой кости. Также можем видеть такие вот клетки, которые в дальнейшем будем использовать как лифты. И первый противник, который у нас здесь встречается, это вот такая вот каменная гарпия. К сожалению, лут от нее свалился вниз. Может показаться, что это каменные статуи, но впоследствии они оживают. И очень любят нападать сзади. Дают они различный лут, в том числе и иногда дропывать свое оружие. И здесь у нас опять встречается зеленое пламя. Возможно, это пламя символизирует некую магию, которую применяли в Латрии. И здесь у нас два пути. Один сходить туда вниз, а второй это подняться наверх. И пока что вниз идти бесполезно. Там все равно все закрыто. Сначала сходим наверх. Вниз мы еще сходить успеем. И отсюда вблизи можно наблюдать это огромное сердце, от которого отходит несколько огромных артерий. И давайте включим фоторежим, чтобы рассмотреть его поближе. На этом сердце можно видеть, что оно как бы сшито из большого количества кусков плоти. И чтобы это лучше все держалось, так же оно еще и обвязано веревкой. Артерия от этого сердца уходит глубоко вниз. И если очень осторожно спрыгнуть сюда вниз, то можно забрать лут, который принадлежит остраю. Вон это тело, это щит и меч. Но на самом деле щит и меч острова можно взять и в другом месте немного позже. А упасть на вот этот парапет на самом деле очень проблематично. Здесь нужна очень ювелирная точность, но, к сожалению, с первого раза у меня не получилось. Так, я снова здесь. Возможно, проще попасть туда, уркнувшись вперед, либо с отпрыжки назад. Давайте я еще раз попробую. хух, ну, кое-как у меня это получилось. И это рунный щит и рунный меч. Если пройти дальше, то здесь ничего нет, только обрыв в бездну. Также отсюда можем спрыгнуть вниз. забрать осколок камня лунного света. За бочками здесь лежит душа. Пара выдержанных пряностей. И это то самое место, которое я говорю, что пока что сюда вниз нам идти не нужно. То есть можно спуститься еще ниже, но я туда пока что не пойду. Давайте вернемся назад. Поднимемся наверх. Здесь в углах можно видеть какие-то разложения. также стены, окутанные плотью. И, кстати, да, я забыл почитать. Рунный меч, замысловатый золотой меч. Физическая атака такого меча ничтожно слаба, но его владельца защищает от магических атак таинственная сила. Принадежал легендарному герою, который также носил рунный щит. Замысловатый золотой щит с необычной конструкцией. Таинственная сила защищает его владельца от магических атак. Принадежал легендарному герою, который также носил рунный меч. Но что самое интересное, что острова-то у нас ни черта не легендарный герой. Возможно, он просто где-то их нашел. И они ему так понравились, что он решил оставить их себе. И здесь у нас преграда. Это сердце перекрывает нам проход. И чтобы дальше пройти к боссу, нам нужно с этим сердцем что-то сделать. Горгули так прикольно разваливаются. Некоторые горгули используют арбалет, который также с них дропается. Но что-то мне сегодня с лутом не везет. Он куда-то проваливается. Вот почему бы просто не забрать его с земли. Вот этот арбалет лежит. Пожалуйста, бери, но нет. Здесь у нас лежит фланберг, но фланберг на самом деле мы уже находили. Он выпадал нам в качестве лута. Здесь нужно быть осторожнее. не торопиться. Расправиться сначала с той, которая держит пику. Кстати, пика также с них дропается иногда. Да, оружие не хотят. Они никак дропать. здесь нужно очень аккуратно по краешку плинтуса найти тело в любимой позе фромов. И мы поднимаемся на первую башню, чтобы сбить цепь, которая держит сердце. так, я не понял ты. Такое было ощущение, как будто он еще живой. Здесь у нас такой вот лифт. Не совсем понятно, что за сила его поднимает вверх вниз. И камень бесплотный глаз. По идее, можно на нее забить, наверное. лифт очень быстрый, нужно сразу сориентироваться, в какое направление нам выходить, чтобы потом не ездить на нем вверх и вниз. И здесь у нас такая вот картина. узники латрии всеми силами пытаются поддерживать некое заклинание, которое удерживает цепь. Подобных узников мы уже видели в латрии. в первой локации. Возможно, это бывшее знать этого места, но после прихода монарха в желтых одеяниях их всех позапирали в тюрьмы, а кого-то используют для каких-то своих целей. Как вы могли заметить, у сердца еще есть и руки, которые пытаются удержаться за колонны, но силы этих рук не хватает. И здесь при чисто светлой тенденции в будущем появится мостик. Пока что здесь провал. Поднявшись наверх, мы сможем найти ключ, при помощи которого мы сможем открыть камеру, где содержит райдала. Точнее, то, что от него осталось. несколько тел. И можно использовать эти клетки, как и лифты, чтобы спуститься вниз, но давайте для начала спустимся сюда и посмотрим. кто-то раскидал там путеводные камни. мертвые тела. Осколок обелиска. Как бы намекая на то, что нужно отсюда будет сваливать. И у нас дилемма освободить его либо оставить гнить в этой клетке. это юрт, о котором нам уже говорила Юрия, а также Лоскутик. Мы много о нем наслышаны. Ничего хорошего он явно нам не принесет. Но давайте все же отпустим его, потому что единственный выход отсюда это спуститься на этой клетке. Либо воспользоваться магией возвращения, либо обломком, который мы здесь нашли. Юрт это прародитель Лотрека. А кто знает Лотрека, тот знает, что да, лучше его прикончить прямо здесь. И многие прямо здесь его в принципе и убивают. Убить его не заставляет здесь каких-либо проблем, можно его просто скинуть вниз, внезапно атакуя его сзади. И на самом деле это будет неплохим решением, но я все-таки оставлю его пока в живых, чтобы показать, что будет дальше, если его не убить здесь. После этого мы можем воспользоваться его клеткой. И это очень странно, почему сам Юрт не мог спуститься на ней вниз. Возможно его карма настолько темная, что даже лифт решил его изолировать ото всех. И мы спускаемся в самое отвратительное место в Латрии. Это вот такое кровавое болото. здесь обитают очень отвратительные твари. твари. Которые состоят из кусков человеческой плоти, совмещенные с каким-то паукообразным несуществами. И твари. И Твари. Да, в ремастере очень постарались, чтобы представить этих чудовищ как можно противней. Можно видеть большое количество лиц на его теле, которые застыли в ужасной гримасе. Также можно видеть, что они сшиты. Звуковое сопровождение здесь тоже очень отвратительное. Кругом хрипы, стоны. и можно видеть, что вот эти артерии, которые как раз идут в сердце, перекачивают эту зловонную жижу со дна. Дальше эта жижа из крови и плоти идет в сердце. И это сердце как раз и рождает вот эти отвратительные создания. А, по идее, пройдя немножко вперед и поднявшись по этой лестнице, если вас не интересует лут этого места и если оно вам прям очень отвратительно, то вы можете выбраться буквально поднявшись сюда наверх и пройдя немного вперед. Но если вам важен лут, то можно здесь еще немного побегать. Но сразу скажу, что особо важного лута, по крайней мере при текущей тенденции, вы здесь не получите. Хороший лут здесь появится только когда тенденция этой локации опустится до самой темной. и то это добавили только в переиздание. Здесь появится колечко, при помощи которого можно будет быстро перемещаться по ядовитому болоту из локации 5-2. А это, я хочу сказать, очень сильно упрощает прохождение этой локации. поэтому, если вы хотите испытывать меньше проблем в 5-й локации, то лучше это количество конечно все-таки взять. В ремастер его добавили, но чтобы его взять, это нужно прям очень и очень быть догадливым, либо пользоваться Википедией, конечно же. и по вот этим мостикам мы добираемся до вот такого островка. Кстати, при чисто темной тенденции здесь также будет еще и первородный демон. Так, и мы перегружены. Давайте выложим камни, ненужное оружие. Кольцо сопротивления болезни. Да, вроде неплохо, но такое кольцо у нас уже есть. Так, возвращаемся обратно. Сначала обследуем все сверху, а потом спустимся в эту кровавую баню. привет, дорогой. Когда они умирают, у них отваливаются хвосты. Красавчик. А этот еще похоже не дорос. Здесь у нас ничего. здесь еще два лифта, которые также могут вас поднять наверх. А ну там уже были. Ну вот, в принципе, все. Верхнюю часть мы обследовали. И теперь нужно спускаться вниз. ароматное кольцо. Да, не проходит уже лут, но учитывая то, что я начинал эту игру зазнать, это кольцо у меня также есть. По-моему, лоскутик его продает аж то ли за 50, то ли за 60 тысяч. Давайте обойдем это зловонное место по периметру. Вот это место особенно опасно, здесь шар из плоти. и конечно же наш огненный шторм неплохо зайдет против него. Главное слишком близко к нему не приближаться. вот так легко и нежно можно его спалить. И именно сюда нужно прийти при чисто темной тенденции, чтобы забрать кольцо. Если посмотреть наверх вот этой башни, то можно увидеть предмет. это как раз и есть кольцо, которое поможет вам передвигаться по ядовитому болоту. Но к сожалению взять его пока что не получится. Нам нужна чисто темная тенденция. также здесь есть обломки ртутного камня. Это камни для заточки оружия на ядовитое. В принципе все, больше здесь ничего ценного и не осталось. Можно конечно еще тут побегать немножко. изначально может показаться что здесь очень много пространства но на самом деле не так уж его и много единственное я по-моему здесь еще не был ну здесь наверное какие-нибудь максимум материалы для апгрейда либо души душа тупик где ничего нет сочувствую тому кто катался на этих клетках я так понимаю какие-то из этих артерий закачивают эту жижу в сердце а другие поставляют сюда вот этих вот ужасных монстров ладно вроде все если даже где-то что-то я оставил то это очень незначительное предметы не будем на них заострять внимание души не дают чрезвычайно мало латрия это явно не то место где нужно фармить души для этого есть четвертый мир хорошая хорошая травка душа здесь сейчас будет неприятный противник поэтому давайте лучше истратим траву чтобы подлечиться на всякий случай да большие здесь перебежки да и вот этот темный фантом о чем я и говорил он очень опасен воу фух и лучше дождаться того момента когда он отвернется от вас и пойдет в обратную сторону не атаковать его сзади ну а дальше уже как говорится дело техники воу пока я любовался башни напали потешка давайте поближе осмотрим вот этого маленького было бы еще более ужасно если здесь были какие-нибудь детские лица но тогда бы эту игру могли и запретить убийство детей это можно сказать табу в игровой индустрии ай твою мать вот так все хорошо шло и так плохо закончилось и теперь как говорится пилите шура пилите ну что ж я снова здесь пришлось немножко пробежаться но правда есть один маленький плюс горгули мне дали свой арбалет такими арбалетами вооружены каменные горгули и латрии его могущество увеличивается в соответствии с силой магии владельца не плохой арбалет для мага требования у него не такие большие нужно всего лишь накопить 12 силы у нас 11 в принципе можно даже взять и кстати да здесь вот я отвлекся не подобрал здесь между двумя этими артериями есть предмет это 4 выдержанные пряности кстати что у нас с пряностями свежих 38 выдержанных 18 достаточно и вот мы и добрались ко второй башне осталось только не свалить с этого моста нужно действовать очень осторожно о спиральная рапира отлично второй лут который дает горгули да как же так привет вторую башню горгуля охраняет более яростно здесь также лифт к нему можно подойти здесь как с одной так и с другой стороны давайте обойдем с другой чтобы удостовериться точно что я ничего не пропустил и судя по всему да эта башня явно выше давайте найдем более безопасное место для чтения не хотелось бы опять начинать все сначала чтобы у вас горгулия не избавим этих колдунов от страданий не забывайте Избавили Латрию от этого гнусного эксперимента. Но есть и один минус. Вся та гадость, которая находилась внутри, повылазила теперь наружу. Похоже, что монарху в желтых одеяниях явно снесло башню, раз он превратил Латрию в такое отвратительное место. Сюда можно сбегать к обелиску, в Нексус. Там вдалеке мы можем видеть тела с предметами. Туда пока что я еще не ходил. Я оставил это на потом. Сейчас как раз мы туда и сходим. Единственное, что теперь стало немножко сложнее, так как... Гаргулем здесь еще и добавились вот эти вот ксеноморфы. Теперь уже можно спускаться вниз. Сюда можем видеть упавшее сверху сердце. Даже после смерти они издают отвратительные звуки. Если бы я пришел сюда раньше, то вот этот проход был бы прегражден. Одно из артерий. Теперь проход открыт. И мы можем забрать оттуда полезный лук. А лук там на самом деле действительно полезный. Захват здесь использовать иногда очень опасно. Здесь у нас камни. И еще камни. Ладно. Раз она не хочет нас пикировать, то и мы не будем ждать, пока она соизволит это сделать. Шпага, золотая маска. Кольцо алчности. Так, наверное, давайте я почитаю сразу, чтобы на меня никто не напал. Ритуальный меч со сложным золотым эфесом. Такие носят члены тайного общества, желающего обуздать силу душ. На рапиру наложено могущественное заклинание огня. Отчасти поэтому владелец этого оружия так сильно боятся. По-моему, это шпага Мефистофеля. Так же, как и золотая маска. Золотая маска тонкой работы. Такие маски носили высокопоставленные участницы тайного общества, желавшего обуздать силу душ. Ну и наверняка вы уже догадались, что дает кольцо алчности. Роскошное золотое кольцо с крупным самоцветом. Его владелец получает больше душ, убивая врагов. Символ былого достатка и распущенности. Да, судя по всему, Латрия была именно таким местом. Где царил достаток и распущенность. Кстати, мы в ремастере это место неплохо так переработали. В оригинале здесь, по-моему, вообще была яма, в которую было очень легко провалиться. Все ценное в Латрии мы собрали. И теперь можно со спокойной совестью идти лупасить босса. Да, очень мрачно и атмосферно. Мне прям очень нравится, как отремастерили эту локацию. Некоторые считают, что она стала светлее, не такой атмосферной, но... Ну, как я считаю, все сделано очень грамотно. И теперь нам нужно подняться на самый верх башни. Теперь нам ничего не мешает. Проход открыт. Единственное, это то, что здесь ходит... Очередной темный дух. Кальмара. Сразу вспомнилась игра в кальмара, которую наверняка уже все посмотрели. А кто не посмотрел, я думаю, что стоит посмотреть. Хотя и концовка мне не очень порадовала. Ожидала я чего-то большего. Но сам сериальчик довольно-таки неплох. Итак, здесь, в принципе, та же тактика, что и с предыдущим. То есть ждем, пока он начинает идти к вам спиной. Подбегаем, делаем бэкстеп. И добиваем. Здесь он всего лишь один. Многие мне спрашивают, почему у меня от меня нет никакой информации по лдон рингу. Ну, нет никакой информации, потому что мне не дали ключ доступа. Покупать его за деньги, я считаю, это маразм. Я даже не хочу платить там тысячу рублей у спекулянтов, которые продают этот ключ. Я так понимаю, все равно бы я бы вам полноценно не смог показать эту бетку, даже если бы мне дали ключ. Потому что это закрытая бета. И если начать стримить, либо записывать видосы прохождения этой бетки, то можно нарваться на страйк. На канал. Однажды я уже получал страйк на канал. Потом полгода. На твоем канале висят ограничения, ты не можешь стримить. С той стороны тоже предмет лежит. Ты не получаешь монетизацию. Вплоть вообще может быть до блокировки канала. Просто нужно подождать еще три месяца и поиграть уже в нормальную, полноценную версию. На всяк писали, что спекулянты умудрялись продавать даже эти бета-ключи и по 20 тысяч рублей. Что я считаю вообще каким-то диким абсурдом. Ну, наверное, у поклонников Dark Souls очень много денег. Кратце, что я могу сказать. Это Dark Souls в открытом мире, как многие уже говорят. Который впитал в себя все наработки от предыдущих игр в серии Souls. Таких как Bloodborne, серия Dark Souls и даже Sekiro. Ну что ж, перед нами врата к боссу. И этого босса я считаю самым уродским боссом в Demon's Souls. Начиная от него самого и заканчивая локацией, где приходится с ним бороться. Он очень агрессивен, он очень быстр, он очень кривой. Он постоянно куда-то проваливается, куда-то падает. И самая жесть в том, что его удары очень сильно откидывают. А так как мы деремся на мосту, убить его из-за этого становится очень сложно. Поэтому самый простой способ подбежать к этой урне, если у вас есть огненный шторм, то он просто сделает Большой бах. И, о чудо, я ни разу не попал. Иногда хитбоксы огненного шторма меня просто поражают. Вот просто посмотрите, как эта тварь двигается. Это просто какое-то... Дикое читерство. Но самая жесть в том, что на помощь к этой тваре немного позже присоединится вторая тварь. О, а вот и второй прибыл. Что-то странное. Либо они что-то починили. Либо я просто не могу по нему попасть. И когда их становится двое, начинает происходить вообще полная жесть. Наконец-то. Хотя бы разок. Я его зацепил. Так же не еще и отравляю. Так, что-то что-то. Давайте добьем сначала того, кто подбитый. Да что я делаю? У меня палка в руках. Хотел ничем ударить. Так, одного убили. Ладно, давайте попробуем дать второму шанс и не использовать магию. Ну да. Хотя, возможно, я сейчас и передумаю. Разработчики, наверное, сами понимали, что если не поставить здесь вот этот котел, то убить этого босса будет крайне тяжело. Оу! Сзади. Я чувствую, сейчас все закончится тем, что я просто грохнусь куда-нибудь вниз. Вот я уже практически это сделал. Бежим! Грязь! Да, я его иногда вот так стопорит. Так, как он так достает-то, а? Я ему уже отрубил хвост, по-моему. Так, стоп. Давайте посмотрим на него вблизи. Весь истерзанный. Похоже, это очередной эксперимент монарха в желтых одеяниях. Подобный экспериментатор нам уже встречался в серии Dark Souls. Это был Ногой Сид. Дают за людоедов всего 13 880 душ. Могли бы и побольше, если честно. Босс реально тот еще геморрой. Белая башня. Ну, на самом деле, не такая уж она уже и белая. Берем пеструю душу демона. Обелиск демонов, известных как людоеды. Новый владыка Латрии, старик, давно утративший человеческую сущность, создает ужасающих демонов из плоти узников, томящихся в висячих клетках. Ну, вот и здесь уже все становится предельно ясно, что здесь, мать его, происходит. Если кто не помнит, давайте еще почитаем Тюрьму Надежды. Латрия – край, где стоит Белая башня королевы. Злопамятный старик погубил королеву и заключил в темницу латрийскую знать. Теперь стены башни оглашаются лишь воплями узников, терзаемых чудовищными стражами. Некий злопамятный старик. Я всю серию назвал монархом, не помню, откуда я это взял. Возможно, сам придумал. Ну, в общем, какой-то старик, который где-то раздобыл желтые демонические одеяния и погубил Латрию вместе с королевой. Субтитры создавал DimaTorzok